доброе утро друзья снова с вами макс трава и мы изучаем доминикану ну и что я хочу показать как работает здесь регулировщик палки им не нужны не зачем нам нужны палки но могут люди справляться руками ни один полицейский в мире я по крайней мере кроме наших стран не видел чтобы носили палки и пользуюсь палкой нормально рукой туда и сюда и все 5 техосмотр здесь тоже машине проходит как вы понимаете вот так начинается утро в доминикане это санто доминго но мы смотрим город интересная особенность накачки колес практически в каждой на каждой заправке есть компрессор ну нету чтобы посмотреть какое давление и просто люди качать колеса наобум как принципе делаем и мы у нас резина в ноль смотри-ка у нас даже порез есть странная тема да у них движение что это зачем эти конусы это город как обычно пробки на пробкой и пробкой погоняет стоим оказалось не так все потеряно и печально в доминикане и мы нашли магазин вест марина это один из крупнейших магазин магазинов по тематике морской санто доминго он есть поэтому друзья знакомьтесь можете забить его в интернете где даже продают узики вот а марина называется они вест марина авто стоит конечно все что-то стоит много денег тема у них спрашиваю что не будете постоянно они тупят что-то говорят что-то не говорят короче надувная лодка с пластиковым дном 5000 баксов это очень дорого так здесь средства для чистки всякая химия но я думаю что это будет дорогой магазин и магазин неплохой но ничего по электронике то что нам надо нету не автопилота не датчика ветра нихера ладно будем искать мы приехали вместо силы можно сказать это достопримечательность была построена колумбу это лежащий крест и виде креста это здание как будто склеп какой-то смотрится круто смотрите тут очень много стран написано доминикана куба эквадор возможно все страны в которых он был маяк колумба который сочетает в себе музей и мавзолей поскольку здесь покоится останки христофора колумба маяк был спроектирован шотландским архитектором джозефом и вам в залах маяка представлены оригинальные артефакты со всего американского континента получается что да это как склеп как монастырь какой-то стал все такое интересное сделано из бетона здесь такая часовня лишая бесплатный вход оказывается просто вход не знаю зачем он сказал мне идти сюда но бесплатно ух ты как серьезно смотрит смотрите сколько дверей а почему на кубу его похоронили он так хотел там тут написано здесь вот сволочи сами решают куда его до так все как музей че-то какие-то писанины но прикольно все равно история такая прикоснуться друзья сам кому великий путешественник все на разная колумба на раз истории это самый великий путешественник смотри какие зарисовки как символы мая ну смотрите здесь нет ни штукатурки ничего здесь просто бетон живут russian federation кстати да что вы знали federation русио если вы набиваете сначала у нас российская федерация по-испански это звучит по-другому поэтому во многих вы не можете найти каталогах вашу страну потому что надо не рус писать сначала а federation русио а 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 вот друзья бронированный аппарат какой интересно это наверно или тойота либо ландровер что думаете очень похоже стекло то все-таки разбили не такой же бронированный а тут стекло какое ух мощное это друзья бетонный монумент обошелся доминикане в 70 миллионов долларов все туда плавать нельзя мы пошли вниз ух ты какие гроты национальный парк los tres ojos где вы сможете отдохнуть от городской суеты и посетить подземные пещеры индейцев тайно которые когда-то служили убежищем и местом ритуалов спустившись вниз по каменной лестнице вы попадаете в группу пещер петляющая тропа приведет вас к тем пресноводным мерцающим голубизной лагуна или глазам как назвали их индейцы племени тайм ух ты смотри это подводные пещеры есть а вон скат стоит лежит ну если это скат или это просто пакетик он скат это какой-то монстр а не лицо точно летучим четвертую лагуна можно попасть на деревянном пароме переплывая под низким пещерным сводом где неожиданно открывается вид на захватывающий дух пейзаж в котором гармонично сочетается камень вода обильная растительность обязательно поищите петроглифы и осколки керамических изделий здесь такая лишь тача вода довольно грязно это рыбка пискаду вау подводный паром вот это класс можно на пароме перебраться суши они знаешь как в ад спускаются да но а те жду дальше таки с преисподней вернуться как там на черной стороне и вау 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 смотрится вау представляешь это же было все под землей и она просто обрушилась в один момент то есть это в то что мы сейчас ходим тоже может рухнуть любой момент все так круто а чтобы попасть на вот это озеро тебе надо спуститься вниз пещеру после этого заплатить дополнительно людям деньги которые у тебя на пароме доставят на это озеро пройти через пещеру и ты выйдешь суда перфекто кидаем и наш город санто доминго теперь мы продолжаем путешествовать по доминикане и едем куда глаза глядят наверно панта канала go home янки шли самый крупный магазин который есть в доминиканской республике это магазин где можно купить всякую фигню для я вот она пошли потом на что там есть и какие-то нормально магазинчик штурвальчик есть что то есть крышечки имеются вот гофрочки имеются отлично краска для того чтобы красть чтобы лодка не обрастала краска по 350 долларов до 500 долларов посмотрим что еще есть болтики всякие шурупики все это имеется снежавейки и следующий магазинчик прямо рядом с другим повешу тебя есть ручной навигатор это нужная штука если друг у тебя все что-то пойдет не так хотя бы срочным ты вырезаешь есть рация здесь электроники уже побольше вот эта штука которую воду накачивать да какие помпы тут такие помпы очень всякие помпы но что-то можно хомуты так краска шланги кранцы нужны для того чтобы парковаться то есть вот это достаточно маленькие желательно он тебе побольше брать такая фанера можно даже и что-то переделать слушать нормальный магазин можно здесь восстанавливаться мне нравится этот магазинчик вроде в принципе по ценам адекватные фонари есть тут светильнички все хорошо и рация есть в общем все есть все можно купить что-то подделать что-то сделать вот это я понимаю удочка душечка такая мощно 400 баксов нам повезло немного и мы даже нашли несколько вариантов интересных лодок за 10 тысяч пару поэтому попробуем посмотреть что за ней или какой-то пропуск ключ куда-то пойдем мы едем селом смотреть какие-то лодки мне выпустили какой-то пропуск спрашивают если у вас вакцина потому что мы едем в клуб богатых короче ну что мы приехали опять марину будем смотреть фотки погнали какие две лодки ничего не электроники нет вроде как 22000 на типа очень хорошего кондиции есть еще вот такая лодка непонятно кто продает и сколько цена уже выгоревшие выгоревшие типа короче в общем для такой опыт не работаете с местными потому что местные это просто что-то с чем-то они фигачат цены договорились одно показывать не другое короче это же жопа надо работать только с белыми по сути почему они пытаются обмануть всех и вся ассо и люминатора ну конечно маловато окей окей как много говорить чувак так ну кондиция здесь конечно не очень здесь переклеивали потолок какие они тяжелые это ребята вы не призывали сколько я часов провел на переговорах это что они там наш типа ну знаешь такие все неспешные такие рези транкило мозг вскипает хочешь нашим это как эти блин знаете в фильмах не фильмах мультики было зверополис эти ленивцы и что ему сказал оси подкакать вообще просто он показать не лодку я говорю да это дорого тебе за эту лодку типа ну ладно хорошо давай есть хорошие которые надо восстановить она будет стоить очень дешево это как выказываю и она не здесь чуваку говорю слушай чувак хочу лодку под восстановление он говорит оберет эту восстановишь играх это парус на а не туда это кусок дерьма восстановление чем цена у местных прямо крэйзи короче тузи который весь перелатан и залатан и тысячи сто долларов потому что вот я хочу так не обоснованная цена высокая завышенная я хочу друзья приехали с вами в город ла романа где будем сейчас искать лодки дети какие-то кричат так куда же идти что выйдет куда-то сюда такие улочки нашли какую-то марину где вроде можно дешево починиться случае чего у них даже есть какой-то кран может быть какой-то вес типа там 6 тонн они поднимут о подписывал чувак ты знаешь где-то может здесь причалить и починить лодку видим что починить и причалить не получится один уже причалил а зато есть узик может спросить по цене а здесь мусор так тузик это хорошо блин с пластиковым дном но принципе зато надуты можно уточнить сколько будет стоить я хороший тузик не сейчас конечно здесь есть вариант такой покупки дешевые лодки но ни с кем не смог найти общий язык даже через переводчик меня куда-то он отправляет говорит иди куда-то туда говорит они спроси у другого но обычно это значит что давай чего короче здесь может и можно как-то причалить но надо знать глубины в общем место так себе но может быть то есть принципе у них кран есть у тебя есть шанс на небольшой лодке здесь припарковаться может даже и поднять но мы не нашли офис это проблема вот это маршрутки я понимаю вот эта тема чувачки забрались упаковались расселись а вот следующая маршрутка тоже дверь открыта сидят как могут как килька автомате да угай мы наконец-то добрались за дома и теперь можно отдохнуть у нас есть пару деньков то что привести себя порядок и потом снова отправляться в путь кстати что у нас намечается в будущем мире какие у нас дальнейшие планы а плана у нас громаде us громаде us мы должны с вами подготовить лодку купить подготовить то есть у нас есть несколько вариантов и выдвинуться на кубу возможно что мы пойдем через теркас и кайкас багамы куба а может быть даже мы пойдем на ямайку никарагуа и гватемалу круто интрига ладно все я в магазин и все пока до новых встреч это был с вами макс травор пока